Блин, давай поменяемся местами. Зачем? Да я лучше получаю с другой стороны. Пошел ты на... Пошел ты, я это вставлю. Всем здорово! Вы на канале Покошеварима. И сегодня мы не знаем, что будет. Серьезно, это очень странный ролик. Мы снимаем на фронталочку, просто на айфоны. Со мной Витя Бурда. Это не совсем точно. К сожалению, 2.0. Если вам это зайдет, будем снимать роллы, будем снимать бургеры, да, не знаю, да пофиг. Тебе на канал будем снимать разную кухню, а мне, например, роллы будем с тачки брать. Без заморочек. Снимая на айфоны, просто на телефоны и все. Если вам понравится, ставьте сколько там, миллиардов. Неважно, короче, что-нибудь ставьте. В общем, этот ролик, если выйдет на основном канале, мне будет стыдно, но да пофигу, мы поехали поедим бургеров. Давай бургеров, а мне роллов купим. Короче, на моем канале мы делаем обзор на... Бургеры? На бургеры, новый киньте в Макдональдс, сейчас приедем, просто попробуем. На твоем канале выходит обзор на... Суши Вок. На Суши Вок, просто Филадельфия из Суши Вока. Давай, хвалить, будем пробовать хвалить. Мы будем хвалить Суши Вок. Давай вот, я придумал, мы не будем говорить, что плохо, мы будем говорить, что хорошо. Вот прикинь? Ну, то есть надеяться на то, что будешь послезать. Да, да, вот, вообще. Все, ребят, ставьте лайки, а мы погнали. Эй, дядь, мы в Макдональдс приехали. Ничего себе, ты такой оперативный парень. Я прямой эфир, кстати, в Инстаграме вел. Да ты что? Да, я там запалил пару раз твою машину на подъезде, но это чуть-чуть. Чуть-чуть. Сейчас ведешь? Сейчас нет, что, надо продолжить было? Да нет, пойдем новинку какую-нибудь попробуем. Мы блогеры или нет, в конце концов, да? Мы кто такие? Все что-то с операторами, расставляем свет в студии. Вот Витя, лайф. Витя, Витя, лайф. Я говорю, мы слишком обборзели со всякими световыми оборудованиями. Да, да, да. Не хватает вот этого? Знаешь, что я хочу сказать? Вот всем нашим подписчикам нужно обязательно подписаться на твой Инстаграм и на мой. Тогда они были бы в курсе того, что происходит. Что за движняк? Я вот сейчас на этот телефон, на вот этот, вел прямую. Кстати, ну давай я сейчас прямо вот скажу, как сохранить. Подожди, это сохранить этот старый, да? Так. Я просто не совсем блогер, я, видишь, с Ютубом разобрался, а с этим сохранить или поделиться? Что надо было? Поделиться. Ну потом ты сможешь сохранить, не боясь, все нормально. Потом все нарежем, да? Нарежем, все нарежем. Пойдем, короче, посмотрим. А ты что-то совсем разделся, нет? Да, и что-то... Так, прямой эфир продолжается. Виталька этот... Виталий, Виталий. Нормальные ребята ездят. Вот нормальные ребята, да, нормально все. Тебе наложат, если ты МР номера будешь, тебе не только страйк наложат. Да? Тебе просто наложат под дверью, блин. Как новинки будем выбирать? В комплект или в новинку будем выбирать? Не, пойдем проконсультируемся. А мне единственное, мне телефоном надо оплатить, а у меня телефон снимает. Роял с нового меню. Здрасте, а скажите, а что у вас новинки есть какие-то интересные? Или вот только рояль вернулся? Рояль и сезон напишки. Сезон напишки? Сезон напишки. Давайте нам тогда рояль один, ой, два, в смысле два рояля. И сезон напитки, это вот, который Coca-Cola, McFizz, ваниль, да? Ничего больше нового нет у вас? А прямо вот когда дико там с беконом, что-то, Big Mac с беконом. Это уже старое. Это старое уже? Уже выделенное. Не пошло? Ну, не знаю, я буду правильно. А какие-нибудь эти, ты пробовал старые, там, Weston Goume, вот это все? Да, я все вижу, да. Все, тогда вот пробовал. Тогда все, по дургеру, и вот по этой штуке. Сейчас эксперимент, сможете вам оплатить с телефона. Карточка. Спасибо большое. От души, всего доброго. А есть там эти трубочки, да? Да, я хотите положила. Вот, спасибо. Супер. А что он не зеленый, подождите? Нет, а мы хотели вот зеленый, который. А другой. А, они два одинаковых, да? А, а тут мохито, итальяно. Блин, я хочу такой. Можно еще тогда вот мохито, итальяно, да пробить? Все работают не по Санкино. Ну, я не могу, я не могу. У них есть. Не, не могу, но это все офигенно. Я общался с разными ребятами, которые над мойками стоят, выкишки, все четко у них там. Я по-другому, сейчас пойдешь в суши, в любую в суши, правильно? Да. И там не будет туалета для посетителей, ну, как бы в мелкие. Ни у кого не будет. А нам написали. А нам написали, что ГОСТа и Санкино, это разные вещи. Нужно будет по Санкино, а не по ГОСТам. Вот по ГОСТам написано не надо, а так надо. А так надо. Виталий, нас просят, чтобы мы зашли не в Макдональдс, а что сделать надо? Посмотреть, что у вас есть. А как мы называемся или что надо? Нет. А что надо сказать? Я просто не знаю, как это сделать. Давайте вы поможете, мы ее сделаем. Нет, давайте. Виктор Александрович, пошел за курткой. У нас тут, значит, вот, смотри, еще новинки. Новинки по напиткам. И хорошо забытая старинка, это Роял. Да? Зашибись. Наконец-то все начинается. Виктор Александрович, попрощался со зрителями. Все, друзья, да. Пока-пока, я тебе не могу остаться. Короче, у нас, смотри, у нас один напиток в качестве подставки под телефон. А так и должно быть у настоящих блогеров, да? Ну да. Какие нахрен селфи-палки? Хотя селфи-палка было бы неплохо. Блин, давай поменяемся местами. Зачем? Я лучше получаюсь с другой стороны. Пошел ты нахрен. Пошел ты, я это вставлю. Ну вот так. Я чувствую себя. Палки, солнце светило просто. Я лучше получаюсь с этой стороны. Я после этого говорить слово партнеры не могу с тобой, понял? Смотри, как хочешь, короче. Так, ну что, Виктор Александрович, Royal Deluxe, это бургер с большой котлетой. Открываем, посмотрим. Пока что, ну, побольше, кстати, котлета. Надо было для сравнения, может... Обычно взять чизбургер, не, ну, тут котлета. Ну, видно, что больше она, а так все то же самое, смотря. Что у нас здесь? Лук. Так. Лук, сыр. Слушай, ты у нас обзорщик подобной еды. Ну и что, лук, сыр. Ну, это вообще мой канал, поэтому да, лук, сыр подтверждаю. Да. Все нормально, нормально. А снизу ничего нет? А тоже просто сыр и все? А, два сыра, двойной сыр, кстати. Двойной сыр? Я уже сто лет такую штуку не ел с большим количеством. Двойной сыр и котлета, ну, я не сказал. То есть, знаешь, есть, короче, котлет, я тебе говорю, как человек, который иногда заказывает в Макдональдсе. Вот гамбургеры, вот эти Big Mag, все, у них одинаковая котлета. Да. Она чуть поменьше, причем она, мне кажется, чуть поуже просто. А вот есть еще вот эти, что я тебе говорил, мне нравится, Western Gourmet. Вот там вот мне нравится котлета, она большая. Да, там, во-первых, другая, там и мясо другое. Да, она большая, большая, толстая вот такая. А это какая-то средняя, она реально не из чизбургера, а из бургера. И не дотягивает до той большой котлеты. Какая по вкусу, то есть... Надо пробовать. Я согласен с тобой, давай, это легендарно. Мы вообще сегодня с тобой не жремши после Роспотребнадзора, да? Значит, это особенно вкусно будет, да? А ну? Ну, маленький какой-то, правда. Ну, ошибись. Нет, все-таки Burger King от Стой. Макдональдс вкуснее. Не знаю, мне нравится Burger King. Нравится Burger King? Ты видел, где я сравнил Burger King дешевый бургер от Тимати и Макдональдс? Я тебе больше скажу? Там такая котлета. Капец, что это? Это, это, это что? Вот это такое за лепешка. Я после твоего этого обзора поехал к Тимати и купил три булки. Чтобы как бы не быть совсем лохом, потому что они командиры не давали салфетку. Перчатки. Заказал большой. Три бургера заказал. И реально кайф. Эти маленькие бургеры, они, ну, так и герные. Ну, правда, где там сыр, так и непонятно. У него в рекламе прям реально сыр. Я не знаю, где сыр, но они, ну, кайфовые. То есть, даже с водателем не сравнится. Там же котлета, все равно так же она жарит, жирненько. Я пока попробую мохито. Их штуку вот эту вот за, сколько она стоила? Попробуй. Какая муть химическая вообще. Она сказала, что это похоже на тархун, но это не похоже вообще ни на что. Она сильно разбавленный какой-то тархун. 89 рублей. Реально химоза. Это приблизительно как жидкость для снятия лака. Ну, вообще не вкусно. Вот это похоже на какую-то дешевую, ну, прям дешевую. Вот прям вот. То ли дело роял. 140. 139 рублей. 139 рублей? Зашибись вообще. Да ну хорош, Виталий. Я сейчас пойду куплю этот чизбургер тебе. Давай. Ты хочешь сравнить. Вот тебе раз чизбургер. Да. Вот мне раз чизбургер. Он стоит 50 рублей. Ну, допустим. Ну, гораздо меньше. Ну, что ты сравнишь? Меньше. Нет, он гораздо меньше. Но стоит ли вот по вкусовым качествам? По вкусовым качествам? По ощущениям. Чиз это вообще топчик. Вот по ощущениям. Обычный чизбургер. Вот ты можешь купить, смотри, по сути, 2, 3. Почти 3. Почти 3 вот таких вот булки. Не почти, а совсем 30. Он по 50 рублей, 150 рублей. Это 139. 140. А, да. 10 рублей не дотягивает. 11 рублей не дотягивает. То есть, ты можешь купить 3 такие булки или 1 такой. Ну, очевидно, то есть, по питательности, да, вопросов нет. И не сказать, что он во вкусе выигрывает. Ну, как бы, потому что здесь тостая котлета, 2 сурочка. В целом, вкус все равно прикольный. Ну, сейчас на контрасте. Мне приятнее вот это. Даже чиз поприятнее. Да, вот в сравнении чиз. Конечно, чизбургеры классика, блин. Чизбургеры выиграют. Почти 3 чизбургера выиграют у одного Ройла. Да, вот по вкусовым качествам он реально приятнее его есть. Согласен. Неплохой, кстати, эксперимент сейчас был. Булка, получается, очень толстая. По сравнению с вот этим. Ты жуешь, прям реально чувствуется, как хлеб жуешь. Очень толстая. Вот так вот на сравнении. Ну, видно, что в 2 раза получается толще. Не знаю, так на камере может не... На камере видно, что особо разницы нет. Да, но в жизни, ну вот я вижу, что вот она больше. Как-то нижняя булка была больше. То есть вот эта булка... Ну, вообще больше, но получается как-то суще. Ну и плюс котлета, это же не прекрасный Black Kangoo's какой-нибудь. То есть котлета суховата, несмотря на то, что норм. В целом я тебя поддерживаю. 2 штуки обычного чиза лучше, чем один Ройл. Давай вот эту же фигню попробуем какую-нибудь. Давай. Значит, мы отсюда пили с одной трубочки. Вот отсюда пили с двух. С двух не пили. А это что? Это кола, как она называется? Coca-Cola McFizz и Coca-Cola Клюква у нас есть. По 75 рублей. Ну, я подверждаю, что вот эта клюква, наверное. Вот эта клюква? Мне кажется, да. Да, 75 рублей, но она гораздо вкуснее, чем вот эта шляпа. Ну, он чувствуется, что тоже как-то можно, но хотя бы можно пить. А третий напиток у нас в качестве подстаканника, подкамерника. Давай я быстро поменяю, но вот уходим, да? Нет, трубочка специально здесь стояла. А, да? Блин, чтобы не съезжал телефон. Стоячок получился, смотри, какой бодрячок. Он очень рад нас видеть. Короче, клюквенная пойдет. Ну, мне будет больше всего вот эта нравится. Она привычная, скажем, как ее можно в бутылки попить. Раньше была, в всяком случае, вот карамельная или как это называется. Обычная кола. Да, а я такую никогда не пил. Не пил? Нет. Она подавалась в 90-х, что ли, можно сказать, ну, тысяча. Вот эта зашипись, кстати. То есть ты знаешь, что это за кола, да? Да. Я первый раз сейчас попробовал. Вкусная, правда. Короче, видимо, это McFizz как раз отмеченный желтым кружочком, да? Она, по-моему, так и говорила. Самая обычная стандартная кола и самый обычный чиз побеждают в нашем эксперименте. Ты так сказал? Да, они побеждают вообще любые сочетания других бургеров и других напитков в маке. Ну, видишь, не просто так, это классика. Ну, по большому счету, если бы тут был Биг Мак, я бы вообще не отказался. Биг Мак побеждает еще больше всех. И я бы даже не отказался, если бы Биг Тейст тут нарисовал. И вот Биг Мак, сколько стоит, 100 рублей? Не, больше. Он, наверное, как раз стоит, как Роял. Сравни Роял и Биг Мак. Не, ну... Так и вообще, это несравнимая просто. Биг Мак это классика вообще. Две мясные каплеты бились, биться. Официальный соус, сыр, все на булочке с конжутом. Это так, это биво. Эксклюзив, сушист поет. У Вити на канале в таком же раздолбайском формате выйдет обзор на сушивок, скорее всего. Ну, на какую-нибудь сушильню поедим. Посмотрим, как сушист ест роллы, которых он не ел уже 100 лет, наверное. Я боюсь, я реально сушивок, он не ел. Ссылка на Витин канал и на обзор наш будет в описании к ролику. Спасибо, друзья. Подписывайся на канал, ставьте лайки, если вам понравилось что-то подобное. Это мы, это меня зовут Виктор, это Виталий Покшеварин. Мне понравилось. Как бы мы по-доброму просто на телефон записали для вас видео. Если это понравится, напишите об этом. Пока. Ну, как сделать. Субтитры сделал DimaTorzok